так друзья ну что все мы на месте давайте знакомиться с владельцами глэмпинга ребят двое один в кадре другой за кадром как в принципе дима у нас с тобой давайте так поступим чтобы не мне представляет да вы расскажете кто что историю создания знаю что вы второй год уже да это место существует и судя по количеству людей воскресенье а здесь прям парковочка битком пляжик битком место все-таки у нас в мордовии популярная да здравствуйте меня зовут станислав мы занимаемся развитием туризма в республике мордовия и сами турист уже на протяжении 20 лет последние 15 лет ездим только по россии как истинные патриоты смотрим новые места почерпываем для себя что-то новое узнаем какие условия услуги создают кемпинги глэмпинги по всей россии и нам пришло в голову сделать непосредственно рядом с домом точно такое же место которым все которые хотелось бы посетить всем желающим наши необъятные родины приехать мы нацелены не только на наш регион но и на соседние регионы последнее время к нам приезжают часто из пензы там таких такого нет да там до сих пор нет глэмпингов мы планируем там тоже дальнейшем открыть следующем году глэмп вот в общем знаем насколько приятно людям после длинного путешествия оказаться в на территории со всеми удобствами с комфортом с какой-то инфраструктурой и мы вот сделали несколько площадок на своей территории просторы которые составляют 25 гектаров то есть вот то что где мы сейчас находимся до 20 лет алина ров вот огромный вот эта территория с пятью прудами с экофермой с баней домиками глэмпами беседками песчаным пляжем и теперь еще и кемпингом палаточным все это вас ждет вот на нашей территории раньше мы назывались только глэмпинг но сейчас уже это неправильно так ну да у вас много всего у нас очень много стало направлений сад я бы не вы посадили на той стороне то есть уходим еще в питомник питомник сейчас контракт с мичуринским наукоградом заключили и мы официальные представители здесь по мордовии пензы мичуринского можно спрошу год назад здесь было вообще ничего да то есть вы начали осваивать год назад или раньше освоение пошло территории на самом деле уже два года ведутся земляные работы и подведение коммуникации к этой территории то есть были укреплены дамбы увеличены озера в их просто как бы облагородили привели озера неприродные это был как ручей овраг и болото мы это дело копнули и сделали увеличили дабы вот здесь перекрыли получился каскад озер насколько я владею информацию вас помимо вот этого да вот этих простор да вот этого места у вас есть еще одно мордовия и в планах вы пока мы знакомились вообще до беседовали до камеры есть еще и развитие дальше чтобы было по максимуму вот про это можете рассказать а дальше уже пойдем показывать инфраструктуру ну скажем так показывать красоты лицом чтобы было что посмотреть а не только нас послушать да действительно у нас есть еще один глэмпинг сейчас сабаева глэмпинг сарин называется он совершенно в другом месте нежели это там сосновый лес только от саранска получается 46 километров а этот 15 а этот 13 вот я засекала с юго-западной части города где мы живем ровно прямо-то торговый центр макс я ехала без навигатора 20 минут прям до места да на самом деле до сабаева чуть больше минут 40 45 езды но мы то есть основная цель и миссия наша это развитие туризма и мы хотим сделать мордовию посещаемым местом для туристов со всей страны и не только из мировых туристов чтобы они приезжали к нам приезжая в наш один из глэмпингов могли здесь взять гида экскурсовода который их посадит на лошади на квадроциклы пешие походы велосипедные теренкоры пешеходные теренкоры то есть и чтобы они создавали маршрут от глэмпинга глэмпингу то есть от района к району соответственно когда замкнется круг от булгакова до сабаева и сторону березняков до инерки и обратно в тот момент мы перейдем на следующий регион когда уже мордовия грубо будет освоена да что можно конечно в самые дальние регионы вы не планируете у нас все-таки республика длинная растянута с точки зрения география это понятно но задача чуть шире сделать организовать туризм во всей нашей стране в россии то есть не определиться в одном регионе в мордовии вот мы сделаем здесь несколько глэмпингов и перейдем в крым в сочи краснодарский край другие регионы то здесь сейчас обходит обкатку проходит вся вот инфраструктурно зато как строится от мелочей вот и кстати все палатки которые вы видите беседки это все наше собственное производство там наш логотип сарин то есть от выбора материалы и полной комплектации и даже сборки на вашем участке все можете по факту да еще дополнительно условно если вот мы например захотим на территории где мы достраиваем наша фрейм заходить поставить еще что-то треугольной формы да даже если вы еще не достраивается а фрейма есть участок на первый год вам прекрасно подойдет вот глэмп как дачка но он все-таки летние да то есть зимой глэмпинги не предназначены для сентябрь середина октября еще можно с дозом да 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 можно и но и так же планируем дальнейшем утепление чтобы кроме того чтобы хотя бы октябрь захватить то есть получается это отдых да вот как раз когда он начинается так с тепла с середины апреля до конца сентября октября в зависимости от на данный момент сейчас да но в планах захватить весь ряд значит аренды по разным проектом год строительства да то есть у нас уже очень много наработок по всем строениям я не буду открывать секреты но уже такая приличная папка проекта в которых надо реализовывать да и вы будете прикрыть приятно удивлены когда будете видеть каждый наш новый смотрите вот этот домик который мы находимся он постройки этого года да он прям свеженький свежий месяц ему сейчас то есть он такой прям вот еще новенький а есть какие-то домики на территории которые уже зиму перестояли а вот два других я который мы сейчас дальше они стояли зимой мы их не снимали вся мебель в них стоял то есть они прекрасно выдержали и морозы 40 градусов прошел прям хорошо и солнце и материалы очень были хорошо подобраны изначально то есть вот эти вот сетки москитные например и окна мы выбирали аж на выставку на выставках были японские производители китайские например нам не подошли потому что они были ломки и по качеству ничего не видно вам ну не подходили на карту эластичных решили договора да с импортными производителями некоторыми и вот сейчас используем все эти ткани на наших палатках так ну что я думаю мы начнем уже дамы очень много чего рассказали как говорится вот дайте потрогать дайте посмотреть мы находимся на территории чайного глэмпо я знаю что у вас у каждого домика есть свое название почему-то я сначала думал что он дубовый потому что здесь дуб такой хороший красивый почему чайный чайный потому что первый был дубовый и дубовую роща а этот мы уже сделали усеченный проект с большой террасой то есть этот домик до троих человек вмещает и сделали его более уютным поставили все чайные принадлежности создали определенную историю чай и чаепития и вот назвали его чайным домиком в общем каждые домики до начнут потихоньку приобретать как бы свою мини историю время обязательно давайте теперь пойдем смотреть что внутри мы здесь будем ночевать ну в этом домике как и во всех других у нас все домики по инфраструктуре схожи и в дальнейшем наш проект по всей россии будет также построен то есть каждый турист который побывал в саранске лэмпинге они будут например в крыму и уже году же также чувствует себя как дома знать где розетки где освещение штука где лада да и ничего совершенно хорошим сетевом отеле когда-то есть ли ездить верно ты знаешь что матрас такой простынка такая очень интересная форма кровати кровати сами делали у нас вся мебель собственного производства то есть есть столярка мы работаем вот только на своей мебели ставим здесь все а если например я захочу или там я не знаю любой другой человек посмотревший обзор захочет кровать можно обратиться чтобы конечно вы совершенно спокойно все свои проекты все что вы делаете вы не только внутри да мою не дам никому надо пожалуйста если хотите что я же говорю мы и глэмпы производим и продаем их беседки и кровати и все что вы здесь видите это открытая площадка так скажем который может у вас переместиться на ваш участок формироваться да так давайте посмотрим чем оборудован домик в каждом домике есть следующий набор услуг мы подвели сюда коммуникации вода есть кулерный баллон холодная горячая вода электричество освещение внутреннее освещение уличное защита от всяких комариков бекасиков это само собой к этому еще и прилагается вентилятор с функцией фуми токса то есть он убивает всех комаров буквально за пять минут вечером если холодно можно включить камин разогреть чай в чайнике холодильничек в каждом глэмпе вот в принципе все просто уютно для одного-двух не из-за глаза а сколько розеток розеток не поскупились порядка восьми штук знаем что у всех сейчас много всяких электронных приборов не у каждого в квартире столько розеток есть сколько у нас глэмпе так это получается веранда да убираем кресло здесь дима снимал пока мы разговаривали да этот вот глэмп он четыре на три другие глэмпу шесть на четыре то есть мы сделали его усеченный чтобы про ну посмотреть и показать так же как выставочный образец до людям что как можно раз дим покажи пожалуйста интересно смотри я посмотрела смогу ли я одной рукой расстегнуть потому что ну как бы не все же с мужьями приезжают за эти молнии очень все качественные здесь на каждой молнии продумана вот такая вот магнитная лента также то есть каждый момент здесь продуман до мелочей вплоть вот до петель и чик которые вы здесь каждый видите это все не просто такой как хорошо захлопнул с этими с нашим комплектом глэмпов при покупке дается инструкции как в икее 35 листов подробно собрать да как в икее вот конструктор полностью но кроме того мы и сами можем собрать на вашем участке так на что мы закрыли до свое обиталище чтобы к нам туда никого не было соблазна мы пошли теперь гулять по территории вы пошли с нами так давайте теперь смотреть что у нас вообще есть внешне да то есть мы посмотрели что внутри вижу умывальник вижу средства сразу до для обработки рук дим вида так так далеко то мы встали в отдалении так рассказывайте на каждой террасе также стоит мебель около глэмпа есть мангал совсем оборудованием необходимым так угли с собой свои возить ну угли и дрова у нас можем также купить то есть либо вашей вода без проблем можете со своими а так лес рядом можно и чистить лес а то есть это не возбраняется валежник ну почему это же сухостой чтобы так а шампура я вот здесь не вижу ли они здесь не нужны шампура есть тоже комплект это уже мне по запросу раз то есть кому нужно соответственно да да а где туалет около каждого глэмпа есть туалет то есть сейчас данный момент вот этот используем но скоро времени вот вы видите строительство между двумя глэмпами тут будет туалет и душ для вот непосредственно глэмпов да чуть-чуть вот не успели достроить так мы дошли до второго домика как домик называется ягодный а потому что здесь кругом клубника до листочки верно заметили не только здесь и все эти поля вокруг клубник клубник и зарос почему кого есть желание пособирать ягоды здесь автобусами в сезон приезжали собирали и не могли собрать так ну что идем смотреть другой домик до ягодный он такой же по размеру но немного другой по конфигурации видите вот этот домик уже перезимовал он стоял всю зиму но сушить ощущение как будто его тоже вот только построили здесь уже поменьше а вот он как устроен здесь он уже побольше как вы заметили террасочка поменьше навесик и уже нету соответственно и такая комплектация тут можно убрать и диска как же за четырех остаток столика лак но это еще не доделали мы тут мебели пришлось вот быстренько что-то доставить да получается точно такая же кровать да все оснащено технически все тоже вещами здесь получается уже побольше холодильник так больше количество людей расчета здесь получается полноценное спальное место раскладывается до раскладной диванчик и есть возможность подставить еще удобную раскладушку всегда есть у нас уже один плюс до плюс один человек лавка интересная тоже наше производство вот вы видите тут наш логотип везде а диван а это остался от бабушки как память его перешил и решил поставить в начало нашего дела как паровоз так мы получается посмотрели два домика третий домик там гости с детками мы туда не пойдем смущать не будет сходим еще в домик рыбака там можно мы идем сейчас на кемпинг мне кажется это единственный мордове кемпинг оборудованы да где можно с палатками полноценно да сейчас одно но мы все делаем стараемся всю инфраструктуру чтобы она была уникальной а ребята вообще с разных регионов здесь или сейчас здесь все вот ну как бы да только местные пензы есть люди здесь двух палатках вот такой кемпинг он оба на данный момент с 50 своих спальных мест кроме того возможности установка еще палаток до 100 спальных мест что еще стоп на 50 процентов еще можно то есть он наполовину грубо сейчас вот палатками забит а данным при постройке данного кемпинга не пострадал и ни одно дерево то есть вот здесь вот такая была пустая полностью да вот видите прям под очаг сделано место такое который не повредит ни одно так теперь рассказывайте что оборудовано ваше да то есть получается вот это костырище место для приготовления пищи полевая кухня до лобное место самовар полевая кухня холодильник несколько мангалов по территории стол с большим навесом интернет освещение под зарядиться электричество то есть хозяйственная палатка два туалета это большая хозяйственная достает но это для аренды оборудования там сложено все оборудование это ваше получается уже такая вот это все нашу именно вот это хозблок ваша да 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 а здесь как раз раз два три четыре четыре палатки а вот там подальше что там сейчас дойдем а то есть это уже не это отдельное вип-место в кемпинге в кемпинге тоже бывают випы мы стараемся соответствовать всем уровнем и клиент клиента чтобы мог любой человек выбрать на любое не любой человек а любая компания вообще даже до двоем значит троем значит вам уединенное место если вас много то лучше здесь например в тусовом месте собраться ну и зависимости от того кто любит уединение чтобы поменьше людей было кто любит по всей территории повешены гамачки поставлены биотуалет и значит установлены столы с под навесами то есть по факту сюда можно приехать просто на машине со своим скарбом и вы полностью предоставляете все палатку туалет место где то есть теперь чтобы выехать на дикую природу вам не нужно собирать целый багажник сумма где-то там закупаться оборудование вы просто собираете одежду теплую приезжаете к нам а если даже без одежды с работы то мы вас переоденем так мы идем к вип-зоне получается вип-зона кемпа на территории просторов вот а как родилось название просторы да мы очень долго подходили к выбору вообще логотипа фирменного стиля название изначально и просто вы один спрос к верху на вид сверху смотрим просто 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 просторы осмотрим очень просто расторы родина рода если наш логотип посмотреть то там можно увидеть и просто горы и просторы и просто гор всяком каждый может свое такое ты турист для себя в нем найти а ком и почему опилки а потому что здесь было чуть подкопано выровнены и вот сейчас для того чтобы здесь все чистенькую погоду было вот все за получается сейчас никого нет да то здесь пустой или сегодня только что вот недавно я получается гамак место для принятия пищи до палатка на три места костра кострище и вот такие прекрасные качельки с видом на видом на ось до для влюбленных там с детишками для семьи я от дубов хожу кайфу здесь сколько же будет желудей то вот вы видите как людям нравится наше место да если бы не нравилось то здесь воскресенье бы никого не было это сейчас несмотря на то что так мало песка осталось потому что озеро уровень воды мы подняли на 2 метра в данный момент то есть песчаника вот этого мало пляж остался под воду с одной стороны это и хорошо потому что теперь песчаный вход у нас полностью и вот я смотрю прям даже с малышами куполностью песчаный вход прям как здесь у нас живут бобры по этому берегу и вот вы видите все в бобриных норах полностью вы вживую видеть ну конечно они вечером после заката солнца вылазит и начинают есть вот эти деревья все сгрызать вот видите они все здесь почистили если туда пройти то увидеть вот такие стволы да они нам тут чистят то есть мы бы не успели тупорами так все выше такая бригада чистильщиков работа добровольных у них тоже стройка как у нас огромная строительная площадка так что идем наверх да а почему так высоко и что здесь дальше планируется что задумая вас веду в нашу новую зону кемпинга то есть наш кемпинг теперь становится горным кемпингом много уровневым это так ну то есть палатки располагаются на трех уровнях получается 1 около воды чуть выше и будет 3 самый верхний уровень он для самых любителей гор даже если гор нет их можно создать да только подготовили вот пока площадку тут почистили все стол вот уже принесли то есть такое обозначение да где что будет до лавочки здесь также здесь сегодня уже стояла 4 палатки 15 человек здесь же люди отдыхали да вот только они съехали я думал они еще здесь а вот еще травка даже примята и здесь птички поют то есть буквально два дня назад почистили и нашли это место и сразу и вчера уже тут отдыхали люди мы дошли до хозблока мы находимся на территории кемпинга сейчас спустились и вот здесь то что дам чем можно все необходимое для работы кемпинга то есть вот находится у нас в этой хоз палатки спальные мешки коврики набор мебели посуды и всякая мелочь сопроводительная подтверждаем свои слова что все можно взять в аренду ничего с тобой вода не надо конечно все видно своими глазами здесь у нас стол с территории вай фая электричество холодильник стоит тоже отдыхается мы поймали до красивую варушню которая здесь к сколько не вы здесь отдыхаете мы сегодня только приехали даже не ночевали еще здесь как тебе отлично тут как в лесу очень красиво не жарко нет не жарко наоборот очень прохладно тут везде гамаки я бы хотел бы тут бы арендовать бы палатку и тут хоть бы жить и вы приехали без ночевки да то есть днем отдохнуть спасибо тебе большое хорошего отдыха я думаю что вы увидимся спасибо смотрите да глазами ребенка и словами ребенка всегда глаголит истина ребята приехали отдыхать без ночевой планируют теперь еще на подольше спасибо зайка мы пойдем дальше снимать показывать все красоты и вообще заметил что народ такой доброжелательный и подбирается как будто определенная аудитория который вот любит такой отдых ну все кемпинги они со своей атмосферой всегда в ней все люди доброжелательные встречаются люди которые в дальнейшем потом общаются всю жизнь благодаря вот этим встречам в кемпинге такой кемпинг в качестве объединения вообще как вот мы почувствовали уже на примере даже нашего кемпинга что это что это гриб мечта и для взрослого и для ребенка вот ребенок сейчас подарил что очень хочет здесь ночевкой следующий раз приехать уже на подольше на несколько дней то есть для ребенка ему все интересно и для него это очень нравится и запоминается как мы сами знаем из дела всю жизнь а для взрослого это ностальгию по тому времени которое было раньше в детстве когда они ходили в пас палатками была возможность непринужденность а у кого такой возможности в детстве не было можно сделать это самому во взрослой жизни дима пожалуйста очень прошу ты спиной к озеру идешь сейчас там будешь плавать давай покажем есть еще до 1 3 домик это получается дубовый да он как раз занят там отдыхают он такой же по размеру как мы снимали ягодный да это же самое только диванчик другой и там возможность уже до пяти человек уместить как вы заметили каждый глэм помещает разное количество которому и получается становились 3 здесь 5 а там а там 4 там 4 5 это максимум которое количество людей можно в глэмпинге ну это будет комфортно и это же сделано для комфортного пребывания а не как бы как набить народе бы когда так мы сейчас к верандам они к верандам беседкам да сейчас пройдем на территорию беседок где недавно у нас был фестиваль бардовской песни посвященный последний выход не дару высоцкому до прошел на ура было более двух тысяч зрителей под это дело все происходил волейбольный чемпионат по мордовский и благотворительный фонд то есть мы собрали деньги но здесь булгаково строится церковь на строительство церкви так вот это беседки да здесь находится на данный момент три беседки которые пока что и играют роль только беседок но в дальнейшем у нас плане сделать здесь общепитную зону то есть типа кафе барную стоечку и чтобы вообще не замара людям здесь наливать холодные напитки делать шашлыки здесь поставить шезлонги значит столики и зонтики и чтобы здесь была как вип-зона для отдыхающих то есть покушать да это удобно тоже не все готовы готовить до человек хочет выехать но чтобы было без заморочек также здесь будет кинотеатр под открытым небом это все вот на этой территории будет да вот здесь вот новая расширять будете не там уже все это просчитано здесь уже будет такой же вот блок еще построен беседки также нашего производства запатентованные полностью все также вы можете за один день ее собрать у себя на участке сделать уже готовую беседку всего лишь за один день и это на данный момент самая дешевая из возможных комплектаций беседок вообще в мире да то есть стоимость данной беседки всего комплекта выходит порядка 150 тысяч это вот которая угловая получается угловая например стол с мебелью вот эти вот оборудование оборудование стены что вы видите в порядке 150 тысяч уже готовом виде но это без установки ну конечно установка там обычно 15 процентов от стоимость до полы соответственно тоже да то есть или полы отдельную площадку кто-то вообще на землю например ставят кто-то на песочек у кого какие запросы задачи планы здесь вообще такой вид шикарный будет но площадка еще раз повторяюсь не достроена потихонечку мы сделаем из нее зону для проведения а где сам фестиваль проходил фестиваль проходил вот на этой беседке она была сценой все люди сидели вот так кругом и здесь стояли везде везде то есть даже вот такого небольшого вроде бы с одной стороны кажется визуально пятачка хватает для такого просто все разбрелись кто на пляж пошел кто туда и вот они возвращались и из-за того что территория большая зон много и на каждую гуляции людей ходе до как вот на фестиваль у всех площадках происходит в планах здесь поставить сцену в дальнейшем большую и уже проводить фестивальную деятельность сдавать в аренду под фестивали сотрудничать с организаторами то есть любые возможности полностью ну да на 25 гектарах есть куда развернуться с приложением рук и главы так мы пришли еще одну очень классную локацию называется домик рыбака рассказывайте почему рыбака потому что здесь территории экофермы пять гектаров на этой территории в данный момент здесь располагается домик рыбака озеро зарыбленное и верхний пруд как маточник служит тоже там разводим рыбу сейчас и растим ее что потом дальше запускать кроме того вот и в данный момент кабанчики козочки там плавают гуси но сейчас наверно жарко они в тени где-то там спрятались вода 30 плюс это не всем комфорт устах вечером уплывая к ферму про сам проект вообще сам проект это заключается в том чтобы люди которые приезжают с больших городов знали и могли узнать о том как доится корова коза коза как откуда берется масло как делается творог как значит постерилизуется молоко то что кажется современным час если у нас младшей дочери восемь есть сказать слово сепаратора даже не поймет что это такое в том-то и дело люди сейчас от городской жизни они суеты приходят все в сеть и думают что на полках магазина этот товар и вырос а на самом деле он проходит большой путь от поле до прилавка да и вот наша задача людям объяснить насколько он тяжек и так скажем какой на самом деле лист до правилем и чтобы люди почувствовали вот эту душевность почувствовали силу природы силу всех этих знаний как полученных после нашего посещения нашего комплекса то есть такое до возвращение к истокам именно того и то что дедушка и бабушка нас учили чему то есть вот здесь это все будем показывать рассказывать с мастер-классами со всевозможными обучениями тренингами вот сейчас в данный момент здесь как раз вы видите получилось как площадка под проведение тренинга то есть данный момент здесь глядим немножко целая группа людей собрались по интересам и обсуждают все насущные вопросы у них есть тренинга такие мероприятия мы будем проводить на постоянной основе 20 числа у нас этого месяца будет огромный фестиваль здоровья в котором будет принимать участие более 20 мастеров раз по разным значит терапии начиная от гвоздестояния заканчивая банными процедурами всевозможными многие некоторые из мастеров сейчас здесь присутствует как раз то есть наша территория территория активного здорового семейного отдыха все что связано с природой с любовью к людям к своей земле земле к родине патриотизму и все что с этим связано все эти люди наша аудитория так друзья ну и что начали откуда начали туда и вернулись в тенечек теперь понимаем почему нас поселили именно в этом домике здесь хорошо прохладно даже несмотря на то что на улице уже 30 с лишним у нас как бы да такой итог хочется спросить какие планы ну и самое главное как вас искать когда instagram не работает в планов на самом деле огромное количество дошли бы руки до них сейчас в планах основное это у нас по сельскому хозяйству закончить сад и начать села на проект по ландшафтному дизайну ландшафтный дизайн у нас войдет вся та территория порядка семи гектаров который будет видна при въезде с основной дороги и будет огромная надпись сделаны высаженные кустарниками разных цветов просторы не а именно просторы родные это другое мы просторы вот просторы и соответственно эту надпись будет видно из самолетов которые здесь пролетают и с космоса даже поэтому через какое-то время все люди приезжие сюда будут видеть вот эту красоту которые на том склоне и смогут заказать у нас большое количество всяких растений сажена ландшафт для ландшафтного и кроме того овощных культур также мы заключили договора с основными питомниками россии и сейчас у нас порядка 10 контрактов к по любым растениям до в этом году мы уже продали на территории мордови более двух тысяч деревьев разных сортов всевозможных кустарников все булгаково здесь засадили нашими но в дальнейшем будем развивать эту услугу вплоть до посадки и ухожа и сопровождение ухода дальнейшей гарантии все как положено в ландшафтном дизайне а у вас вот где-то сосредоточена вся эта информация на каком-то одном сайте где все ваши проекты или под каждый проект разные источники ну чтобы человек мог зайти почитать все это посмотреть сейчас это все находится на наших страницах в сетях вконтакте просторы и одноименное в инстаграме в телеграме вот сапе во всех мессенджерах также есть сайт просторы 13 то есть постоянно нас видно на всяких рекламах адрес я думаю уже известен каждому булгакова дачная 47 уже становится известно 10 километров от города смотрите вот я наблюдал до какое-то количество времени в соцсетях за вами прежде чем до написать обратиться но вообще понять да то есть сходимся не сходимся по коммуникации я видел вас периодически бывают акции разные там одного дня какого-то вот это где как пользователь любой может увидеть всю информацию о нашей деятельности о предстоящих мероприятиях вы сможете увидеть на наших страницах соцсетях что я еда в публикации у нас сильная команда маркетологов и смм щеков они ведут вот всю эту страницу и такие трансляции делают то есть полностью весь день наши могут показать людей не да все видно прекрасно понятно даже не присутствовал здесь то есть можно условно посмотреть ролик или вопросы посмотрите зайдите в соцсети увидите это еще даже в ими глаза на данный момент мне кажется количество активности на нашей территории в разы превосходит количество активности в городе ну да если вот сейчас даже посмотреть кемпинг отдыхающие загорающие в домике рыбака мастер-классы просто куча людей до гуляющих каждый день каждую неделю какое-то масштабное мероприятие каждый день какие-то разрознение локальные да по интересам кружки то есть для каждой компании здесь находится место уединения и силы да кстати вот касаемо ощущения мне очень комфортно несмотря на то что мы сколько до пожаре гуляли почти два часа все-таки это солнцепёк она в африке солнцепёк очень комфортный очень классный запах несмотря на то что там и водоемы разные есть мне у вас очень понравилось итогово наверное напишу когда вот уже ночь здесь поспит уже скажу да каково она это мы еще на озере не было но там очень много людей сегодня чтобы не смущать камеры мы еще полетаем все эти вставки вы уже в процессе до посмотрели увидели ну что прощаться будем у нас получился большой длинный фильм да мы старались донести до нашего зрителя максимально полезную информацию что относится к нашей территории смотрите получается что из любого уголка россии и не только россии к вам человек может приехать вплоть по октябрь включительно да пока такие вот относительно ну теплое время пока брони открытый телефон принимает заказы мы здесь вас ждем а на следующий год уже принимаете заявки по какому-то проживанию я думаю до следующего года доживем и нам будет еще множество мест которые мы которые важно будет до обратить внимание поэтому поживем увидим отлично что друзья спасибо то что посмотрели очень надеемся на комментарии на ваше вообще мнение как вам такой формат а насколько интересно все ли мы до вас донесли ли остался до что-то хотелось бы увидеть больше поэтому задавайте вопросы мы вопросы будем переадресовывать ребятам они точно также да вы можете на ю тубе отвечать на комментарии да без проблем что до задавайте прочее поэтому еще раз спасибо что приняли вам спасибо что приехали так что это такой взаимный обмен выключая камеру обмен выключая камеру и